Итак, мы с вами имеем стоимость проекта. Нам важно с вами определить, кто и каким образом будет финансировать проект. На сегодняшний день, безусловно, многие образовательные организации готовы вкладывать свои собственные ресурсы в финансирование проектов, особенно если они видят, что этот проект социально значим, если этот проект решает на самом деле очень важную для образовательной организации проблему. Но мы бы хотели обратить ваше внимание, что термин фандрайзинг на сегодняшний день – это термин, который, собственно говоря, сопровождает проектное управление. Мы должны научиться привлекать внешние ресурсы, свою образовательную организацию, потому что очень часто те проекты, которые мы с вами реализуем, они касаются не только нас, они касаются общества в целом, они касаются граждан Российской Федерации. Мы зачастую решаем проблемы через проблемы образования общества в целом. Поэтому совершенно справедливо, если общество будет точно так же участвовать в финансировании значимых для него проектов. Вот вопрос значимости – это вопрос ключевой. Какую цель, какую проблему и каким образом вы решаете, насколько эта проблема является узкой, узкоспециализированной, да, то есть характерной только для профессионального сообщества педагогов, или вы решаете проблему, например, связанной с воспитанием, а это уже проблемы общества. Вот умение привлечь финансовые ресурсы – это умение видеть в своем проекте не только узкоспециализированные проблемы, умение видеть миссию, миссию проекта, которую вы реализуете посредством своего решения. Вот переосмысление или понимание, как проект работает на общей цели и задачи, которые сегодня касаются развития образования или решения задач, ну, например, цифровой экономики – вот это умение увидеть в своем проекте или увидеть свой проект несколько другим взглядом. Вот тогда у вас получится обратиться в какой-либо фонд или в какую-либо организацию за помощью или за привлечением ресурсов. Приведу вам очень один простой пример. На заседании Делового совета по вопросам цифровой школы один из представителей крупной корпорации посетовал на то, что на сегодняшний день их ресурсами образование не пользуется, а они готовы разработать для нас, например, медиа или другие ресурсы, которые можно использовать в цифровом образовании. Меня это удивило и в беседе с представителем этой корпорации. Я задала вопрос, а почему не получается сотрудничество? И получила очень интересный ответ. Мы говорим с вами на разных языках. То есть мы с вами, педагоги, говорим на педагогическом языке, а бизнесмены, руководители предприятий и организаций немного на другом. Вот умение привлечь ресурсы – это умение говорить на разных языках, это умение подать свой проект на том языке, или, как мы говорим, на языке инвестора, чтобы инвестору стало интересным ваша идея, ваша проблема, ваше решение, чтобы он увидел в чисто педагогическом, чисто педагогической постановке проблемы. Проблему общественную, проблему социальную. Вот это, наверное, пока единственный совет, который я могу в рамках нашей видео-лекции дать вам, если вы обращаетесь за другими источниками финансирования. Но еще хочу обратить ваше внимание на следующее. Собрать средства можно и при помощи электронных ресурсов. Сегодня достаточно широкое распространение получили технологии привлечения средств при помощи специальных площадок. Под нашим видеороликом вы найдете ссылки на такие площадки, которые вы можете посмотреть, как они работают, как люди могут сегодня при помощи интернета собрать деньги на значимые проекты и воспользоваться этими площадками. По сути, это похоже и на ту деятельность управляющих советов, которые точно также занимаются привлечением средств для решения задач в образовательной организации. Но только это будут совсем, может быть, вам незнакомые люди. Но они готовы будут поддержать ваш проект, считая, что он на самом деле важен и значим. Еще раз возвращаемся к тому, что источники финансирования – это всегда умение увидеть в своем проекте более широкие, более глобальные задачи и цели, которые вы реализуете. Поэтому мы обращаем ваше внимание еще и на то, что каждый проект, безусловно, сопровождается питчем, питч-демом, то есть это демонстрацией при помощи презентации и докладом к этой презентации, которые могут быть разные по длине, но всегда очень сущностно рассказывающие на разном языке для разных слушающих их о вашем уникальном проекте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!